Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА-24. С вами Алдин Казбуян и сегодня в выпуске. Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на три года. Гнездо Орлят в Т-схеме. Встреча с классикой и джазом пройдет 24 апреля. Ярмарка вакансий на Арбате Козыла. 19 апреля в Москве прошла рабочая встреча президента Федерации спортивной борьбы России, олимпийского победителя по греко-римской борьбе Михаила Мамиашвили и главы Республики ТВА Владислава Ховалыга. В ходе встречи было подписано соглашение о проведении Чемпионата России по вольной борьбе в Козыле. Для Республики проведение соревнования такого уровня – это возможность показать себя. Тувинские борцы – одни из самых сильнейших в мире. Спортивному сообществу Республики Чемпионат даст импульс для дальнейшего развития. Надеюсь, после Чемпионата России по вольной борьбе в Туве останутся хорошие возможности продолжать тиражировать наш олимпийский вид спорта, который так востребован. Огромное спасибо главе Республики ТВА Владиславу Ховалыгу. Объединив усилия, мы решим все задачи, которые перед нами стоят. На площади Арбата в Козыле сразу 8 организаций приглашают на работу горожанца. Искатели могут пройти собеседование или проконсультироваться со специалистами Центра занятости Козыла. Подробнее Айдана Ховалыг. Ярмарка вакансий – это быстро, удобно и эффективно. Ведь вы можете оставить свое резюме сразу нескольким работодателям в течение часа. Ярмарка вакансий проводится Центром занятости Козыла в рамках недели занятости. Среди представленных компаний – Энергострой, Верба, Козылгортранс, гостиница Буян-Бадыргы, департамент по образованию мэрии Козыла и Минфин-Тувы. По образованию я экономист. И вот проходила мимо и увидела, что тут проходит ярмарка вакансий. И решила оставить свое резюме в Минфине. Закончила в прошлом году и пока что подрабатываю мастером по ногтевому сервису. Хотелось бы поработать по своей специальности. Граждан от 18 до 40 лет приглашают на военную службу по контракту в Минобороны Российской Федерации и в авиационный отряд Росгвардии. Служба по контракту – это достойная зарплата, санаторно-курортное лечение, служебное жилье, военная ипотека и бесплатный проезд по России. Направляем по всей территории Российской Федерации. Как на республике Тыва, на ее территории, так и от Калининграда до Дальнего Востока. Заработная плата от 29 тысяч. Котируется она до 100-150 тысяч. Зависит от занимаемого воинского должности и воинского звания, которое есть военнослужащим. В МОП «Козелгортранс» требуется порядка 30 водителей автобусов с категорией «Д». Заработная плата от 62 тысяч рублей. Также требуются кондукторы, диспетчеры и механики. Кроме заработной платы имеются и льготы. Работникам, имеющим несовершеннолетних детей, могут предоставить места в детском саду, а иногородним – временное жилье. В рамках этого соглашения мы ежегодно обучаем по 10 безработных граждан на базе транспортного техникума. В марте месяце мы начали обучение 10 претендентов на водителей категории «Д». Тех граждан, которые трудоустроили мы именно в «Козелгортранс», мы им будем предлагать социальный контракт по направлению трудоустройства. Помимо зарплаты, которые они будут получать, наши трудоустроенные граждане будут получать еще в течение четырех месяцев по 12 тысяч рублей. В строительную компанию «Энергострой» требуются экскаваторщик, крановщики, прорабы и инженеры. Переобучиться можно и за счет работодателя. Компания «Верба», основной деятельностью которой является распиловка и строганий древесины, набирает электриков, поваров, пилорамщиков и мастеров участка. Обо всех имеющихся вакансиях можно узнать как в центре занятости «Козела», так и напрямую у работодателей. В селе Черголандыт из Химского района заработал новый спортивный зал, построенный в рамках губернаторского проекта «Гнездо Орлят» из Ирлерным Уязы. В деревянном строении в виде юрты юные спортсмены занимаются физической культурой и различными единоборствами. Тему продолжит РС Мангуш. «Гнездо Орлят» в селе Черголанды состоит из двух отдельных помещений – спортивного зала и перестройки. Здесь предусмотрены раздевалки и тренерская. Объект построили в прошлом году совместными усилиями Министерства спорта Республики ТВА, местной администрации и односельчан. Открытие малого спортивного зала в селе даст хорошие показатели в развитии физической культуры и спорта в целом. Тем самым привлечь много школьников, уверен тренер секции бокса. И среди них уже есть чемпионы. Да, есть уже призеры Сибирского федерального округа, чемпионы первенства Республики ТВА. У нас сели уже вот сейчас ребята готовятся тоже в Сибирский федеральный округ. У меня двое боксеров, сейчас уже проходят сборы здесь, в Самар-Алтайе. Пять спортивных объектов в форме юрты построены по всей Туве в рамках губернаторского проекта «Гнездо Орлят». Аналогичные спортивные объекты можно увидеть и в Кызыльском, Лонгунтайгинском, Барунхемчикском, Дзунхемчикском и Чахольском районах, где ходят на секции дети малонаселенных пунктов. В Кызыле полицейские выявили и пресекли два факта незаконной организации и проведения азартных игр. 15 апреля в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по Республике ТВА выявили и задокументировали факт организации и проведения азартных игр в нежилом помещении, расположенном в доме номер 35-1 по улице Кочетова города Козыла. На следующий день оперативники МВД также выявили и пресекли факт незаконной игорной деятельности в помещении, расположенном в доме номер 23 по улице Комсомольской города Козыла. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности и игровых залов. В указанных действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 171 прим. 2 Уголовного кодекса РФ, незаконная организация и проведение азартных игр. Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу с 12 апреля 2022 года. Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития. Изменения направлены на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса. Посещать МРО и производить замену водительских удостоверений с истекшим сроком нет необходимости. Но если вы являете желание продлить действия документов на 10 лет, проходите стандартные процедуры, то есть проходите медицинскую комиссию, оплачиваете госпошли и производите замену. Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение трех лет необходимости в замене просроченных водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически. Для замены водительского удостоверения и первичного получения гражданам необходимо записаться через портал госуслуг, чтобы воспользоваться скидкой 30%. Бипо прием осуществляется также по живой очереди каждый день с 8.30 до 13 часов, кроме воскресенья-понедельника. МВД России отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть работы. Поэтому в продлении срока действия водительских удостоверений позволит более 5 миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами. С 25 апреля по 1 мая текущего года в Кызыле при поддержке Министерства культуры и туризма республики проводится межрегиональная творческая летняя школа Леонида Лунстрома. Представители династии семьи Лунстромов Туву посетят во второй раз. Они проведут мастер-класс по разным специальностям. По каким специальностям они будут проводить это скрипка, виолончель и фортепиано. Приезжают значит 5 человек 25 числа. Это династия, как я уже сказал, Лунстромов, семья Лунстромов. Главный организатор это Леонид Лунстром. Это все скрипачи. Прибытие таких музыкантов в республику это уникальная возможность для творческого роста учащихся и студентов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства республики 2. В рамках в лаборатории также будут организованы филармонии. Это 25, 26, 27 числа концерт династии Лунстромов Тувинской государственной филармонии. Также будет организован концерт великого пианиста, народного артиста РСФСР Михаила Воскресенского. В воскресенье 24 апреля в 17.00 в Национальном музыкально-драматическом театре состоится концерт, посвященный юбилярам знаменитых тувинских композиторов. Ростислава Кенденбиля, Владимира Тока и Алексея Черголола. В программе инструментальные произведения композиторов, а также известные и любимые всеми песни в обработке для духового оркестра, такие как «Дагларым», «Песня Мергена» и многие другие произведения. В программе также примет участие Тува Джаз Бэнд с джазовыми произведениями Владимира Тока. Мы очень рады, что духовая музыка вновь заиграет на большой тувинской сцене. Приглашаем вас. В первом отделении выступит духовой оркестр правительства, дирижер, заслуженный артист Республики Натчин Дунга. Также номера представят солисты Бедек Баву, Алден Херилда Даркыс и народная артистка Республики Тва Софья Караол. Билеты можно приобрести в кассах Национального театра. Побывать на концерте можно и по Пушкинской карте. Алден Казбоян, Айдана Синденма, Тува-24. Это был выпуск на телеканале Тува-24. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова